Друзья, всем привет! Вы на канале GGM, меня зовут Влад, и сегодня мы с вами повезем бревна. Главный герой это вот этот 130-й. Соглашусь, что немножко нестандартно на Зиле вести бревна, потому что для этого обычно были Уралы, Кразы, но мне, как обычно, хочется найти на свою пятую точку приключений, поэтому обратите внимание, под передним бампером нет никакого привода, машина исключительно заднеприводная, и будет достаточно весело, потому что маршрут у меня, смотрите, какой веселый. Я на этой карте для этого канала еще не заезжал в ту сторону, хотя на втором, который такой молчаливый, только со звуком двигателя, там уже я бывал. Маршрут будет извилистый, будет, надеюсь, интересный и вам понравится. Самые внимательные уже обратили внимание, что номер у этого автомобиля с буквами РСК, а это означает, что автор этой машины год 76. РСК опять же. Давайте я буду плавненько выезжать, вот так вот немножечко в раскачечку, а вот и все, друзья, вот и приехали, да? Я думаю, что сейчас с Дифом-то он поедет. Нам с вами вот в ту сторону, хотите сказать, уже направо, нет, друзья, налево, но я на карте обратил внимание, что вот здесь есть, как знаете, какой-то такой, ну, проезд что ли. Вот, посмотрите. Вот он он. И мы можем с вами сократить небольшой маршрут, если туда попробуем заехать. Честно говоря, не очень хочется, потому что если мы навернемся, это будет, конечно, эпичная ошибка. Ну, с другой стороны, машинка у кота достаточно проходимая, даже с приводом исключительно на задние колеса. Насколько зелок крутой. Я прям соскучился по нему. Давно не было у меня его на канале. А звуки-то какие шикарные, да, с перегазовочкой такой. Буду параллельно делать фото, которое вы, как обычно, сейчас в последних видео можете увидеть в конце этого ролика. У машины, давайте пока немножко расскажу, второй двигатель по мощности. По-моему, всего их четыре. То есть, у меня не самый слабый, но и далеко не самый продвинутый. Коробка, как могли заметить, точечная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то не вылицо. Да, вот здесь, кстати, какая-то дорога есть. Вот я на неё как раз плавненько и выехал, по-моему, да. А вот она вот здесь идёт. Нам с вами нужно уходить львее. И попробовать проехать по вот этой грязи. Опаньки. Подзасели. Я как-то самоуверенно сюда забрался. Если вы вдруг первый раз смотрите видео на моём канале, я небольшой любитель использовать лебёдки. Всячески стараюсь этого избегать. Ну, потому что смысл брать слабую машину, чтобы потом, как человек-паук, по деревьям цепляться и пробовать выехать. Гораздо круче, если просто банально использовать мощность своего мотора. И, кстати, вот здесь кадр можно поймать. Ещё немножко назад, назад, назад. Мощность своего мотора, сцепные свойства шин и твоё умение. Давайте сделаю ещё один кадр. Какая же у него старая добрая такая вот перегазовочка немножко. Так, я так понимаю, мы, по-моему, плавненько сейчас будем выезжать всё-таки на дорогу. Здесь ещё одна большая лужа. На моём канале уже есть несколько видео со 130-ми, причём от нескольких авторов. Мы с вами возили на нём разные грузы. И был у меня большой маршрут практически через всю карту. Интересно, круто. Опять же, исключительно только собственными силами. Ну и при помощи машины технической поддержки. Я как-то смело сюда так ломанулся. А проеду ли я там? И вообще мне туда? Давайте попробуем. Рискованная дорога. Пойдёт она вдоль обрыва. Не знаю, туда ли я приеду или нет. Но, по крайней мере, надеюсь, что будет интересно. Ого-го-го-го. Слушайте, напрягает меня немножко вот этот небольшой уклон. Давайте я переключусь. На понижайку включу тиф. Чтобы более равномерно у меня шла подача газа без перегазовок, таких сильных пробуксовок. Я думаю, что если сейчас аккуратненько, то можно проползти. Ещё один очень крутой кадр. Заберу в копилку. Здесь надо осторожно. Зил достаточно валкий. Есть шанс его подзвалить и свалиться вот туда. Так, это ещё не всё, друзья. Пробираемся дальше. Хотя метка у меня всё-таки остаётся с левой стороны. Здесь тоже надо осторожно. Смотрите, какой уклон. О, ещё больше. Видимо, там камень. Скала. Хотел дать газу, но машина уперлась в понижающую передачу. И не шибко, быстро дальше поехала. Сейчас посмотрю, куда мы с вами выезжаем. А в принципе нормально, посмотрите. Вот здесь идёт какая-то цивилизованная дорога, которая, я так понимаю, что соединяется с вот этой. Нам главное что? Нам главное не завалиться. И второе, это не застрять. Первый опыт на 130-м в SnowRunner. Это была зимняя карта. Не помню, то ли Аляска, то ли Кольский. Но я даже далеко от гаража не уехал, так как пустой грузовик очень плохо передвигался у меня. Он практически сразу уперся передними колёсами в небольшую преграду. Я вот думаю, туда ли я повернул-то. Да, туда. И всё. Но потом уже в восьмом сезоне, где дороги более-менее такие грунтовые, обычные, менее сложные, я ещё раз попробовал испытать свою удачу с вот этой машиной завода имени Лихачёва. И на удивление я очень прикольно просочился. Ну а потом уже была большая такая долгая доставка через, по-моему, 4-5 бродов пару раз застревал. Кстати, прикольный кадр. Вот прям можно вот так его забрать. Как вам? Если тоже нравится, ставьте лайк. Так вот, тогда у нас техничкой был ЗИЛ-131. И пару раз он меня как раз вытаскивал. Так, мне очень интересно просто. У меня меточка идёт туда. А я еду в другую сторону, друзья мои. Такой повернул, всё окей. Кстати, можно попробовать проехать через ферму. Я ещё там не был. Напомню, что на этой карте мной пока не найден старенький МАЗ. Неплохо ЗИЛ-131 идёт в плане визуальности. Прям такой трушный, настоящий. Не устаю делать фотографии с ним. Вот у нас затопленная ферма. Очень крутой звук двигателя. Вот эта модификация у кота. Немного юзом идёт машина. В принципе, это абсолютно нормально, потому что у нас передние колёса без привода. И запросто такое может быть. Для меня эта машина знаковая. Я имею в виду именно 130-й, потому что в своё время мой отец очень много отъездил на вот таком грузовике. не только с бортовым кузовом и тентом. Давайте немножко газу ему добавим. И свалиться бы. Попробую переехать через эту колью. Туда ли я еду? Потому что... Нет, друзья, походу не туда. Прям от слова совсем. Вот здесь стоит какой-то грузовик. Судя по всему, по-моему, это, если я правильно помню, International, что ли, или нет? Так, а как бы мне тогда вывернуть туда? Можно, видимо, проехать. Вот здесь какая-то дорога всё-таки уходит. Единственное, конечно, здесь, знаете как... Давайте время переведу. Нужно всё-таки помнить, что на этой карте, я не знаю, есть ли заправки. Я пока не нашёл. У меня где-то ещё две трети бака. Так, вот это к затопленной ферме. И там у нас на полянке, наверное, стоит грузовичок. Вот не помню, как он точно называется. Да. Это такой дополнительный с горбом, у которого сзади огромная лебёдка. Прожорливая машина, если учитывать, что у него ещё не самый большой топливный бак, далеко на нём не уедешь. На одной из зимних карт, вот на том тягаче, я вёз... Так, мы сейчас выйдем обратно к второй карте. Ну, такой получится большой долгий путь к бабушке. Я надеюсь, у вас много времени. Так вот, тогда мы нормально вывезли всё, окей. Всё получилось. Что-то не обращаю внимания, куда мне надо поворачивать. Давайте, знаете, как сделаем? Немножко накидаю себе маршрут. Вообще, вот здесь идёт некая цивилизованная дорога. Я пока не понимаю, куда она движется. Но, с другой стороны, как-то в ту сторону по цивилизации ехать. Надеюсь, что там не тупик какой-нибудь. Иначе это будет эпик фейл. На этой машине установил второй топливный бак. Находится с вот этой стороны. Можно установить либо запасное колесо, либо второй топливный бак. Я, естественно, выбрал второе. Потому что если на карте нет АЗС, далеко ты особо не уедешь. Поставил ему немножко удлинённый бампер. Взять хотел немножко другую модификацию от другого автора. Но, к сожалению, на ту машину нельзя установить кузов для любых брёвен. Только, наверное, прицепы. Хотя, с другой стороны, вот у Кота есть три модификации машины. Это 130, 131 и 133. И здесь достаточно широкий набор грузовиков. Хочешь полноприводный, хочешь только исключительно заднеприводную машину. Потому что, по сути, автор даёт возможность ух ты, полигоны, видимо, не прогрузились, на 130 поставить ух ты, как круто. Полный привод. Можно поставить его же на 133. Хотя, такой машины никогда не было. А вот у второго автора у него ставка сделана немножко на другое. Там не три разные абсолютно машины. Там всё вокруг 130-го, но с короткой базой, длинной базой, вот как у меня. Так. А давайте-ка я вот сейчас вот заверну вот сюда к вышке. Мы её с вами откроем. и может быть у нас откроется маршрут вот куда сейчас уходит край моей дороги, где я дальше не знаю, проеду или нет. Хорош, да, прям такой с перегазовочкой на паузе, пока я никуда не еду. Смотрим. Нет, не дотягивает немножечко. Так, неловкая ситуация. Это, по-моему, 800-й скаут здесь валяется. Я так плавненько посмотрел на карту в надежде, что может быть видно где-нибудь старичка Маза. Разогнал я зелок. Давайте переключусь пока вид из кабины. Дорога идет достаточно комфортная в плане отсутствия грязи. А вот здесь надо держать ухо островом. Давайте аккуратно буду держаться все-таки в сторону твердой поверхности. как он переваливается, да? По этой задаче надо отвести две связки коротких бревен и я думаю на какой машине доставить второй груз. Можно конечно взять какой-нибудь супермаз шоссейный. Чуть ему не хватило газа подзавис такой, да, на передаче. Переключился на пули низкую и выехал. Была еще идея взять старичок 157-й, но как мне кажется, на этой дороге ему будет очень комфортно при условии того, что машина 6х6. Надо найти какую-нибудь более сложную машинку, чтобы аккуратненько попробовать просочиться. Как идея, буквально недавно мы с вами катались на Кразах 200-210. Если не смотрели, переходите на канал. Это такие олдскульные грузовики из советских лет. 200-ка это обычный грузовик, вот как 130-й. Давайте-ка еще раз посмотрим. Да, слушайте, по-моему, эта дорога как раз нас и выведет. А 210-й это трехосник с удлиненной базой, с чуть более длинным кузовом. грузовом. я думаю, может быть, как раз вот двухсоточку для доставки второго груза и взять. у него у него даже был, знаете, такой, по-моему, прикольный бортовой кузов с нарощенными балками вертикальными, вот как вот здесь, для перевозки то ли средних, то ли, ну, все-таки, наверное, коротких бревен. Затаскивает. Еще один клевый кадр. Давайте так вот сфотографируем с этого ракурса и еще с вот этого. И вот думаю, как раз двухсоточка может быть и повезет вторую связку. Там на машину тоже можно поставить полный привод. Но я думаю, что мы, возможно, проедем и так. Но нужно учитывать, что у кота 130-й машинка-то достаточно проходимая. То есть в реалии бы мы уже увязли в первой канаве. гостепат на лод Provn на лодзе лодзе и и Чуть-чуть юзом опять идет машина Но все-таки двигается вперед Еще один хитрый момент Большие булыжники Разложены специально так Чтобы мы обязательно опрокинулись Кстати, тоже клевый кадр, вот так Сбоку С дифом машина пошла пободрее Сейчас представляете, на каком-то участке Лежит груда, куча камней И небольшое поручение Если вы хотите проехать дальше Привезите каких-нибудь балок, досок И разберите завал Так, давайте посмотрим Ну, хоть дорога идет в обход Но она все-таки идет именно туда, куда нам надо И большая ямка Я так аккуратненько приторможу Иначе есть шанс опять же опрокинуться Нам с вами Направо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, давайте переведу время, наверное Вот как нам туда подзаехать А, вот идет поворот резкий Практически такой разворот на 180 Перекрутил я с временем Го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- и поедем вот здесь правильнее бодро идет он вот на этом двигателе я думал что ситуация будет как-то более плачевный не стал оставлять самый номинальный двигатель напомню что я поставил 2 по мощности из четырех то есть есть самый слабый это первый вот мой чуть-чуть помощнее как мы через этот булужник хорошо скаканули пока подвеска экономичная машина от аз с которая находится на той карте я спокойненько доехал до места разгрузки и при этом у меня чуть больше половины бака интересная здесь лужа а вот и наша сторожевая вышка лужа глубокая да заметили не-не-не-не-не-не еще один клевый кадр ловлю и мне кажется сейчас будем сдавать опять задним ходом опаньки мы застряли с вами коварная м м м м м м м м м Прям так хорошо подзастряли Давайте посмотрю Где у меня ближайшая машина У-у-у-у Давай-давай-давай-давай-давай-давай Еще немножко Блин, как бы не опрокинуться Это будет очень эпично Я уже хотел сказать Воспользуемся лебедкой Но смотрите, что творит Готар Давайте вот сюда попробуем Пусть уехать Так, закопается Здесь прям малым ходом Да что ты будешь делать Я уж думал, все, выехали Можно, конечно Немножечко Разбортовать Наши бревна Ушел он во все колесо И ведь цепляется Просто, скорее всего Уперся Передними колесами Вот в этот холл Блин, рада я Обрадовался Что мы можем Выехать самостоятельно Ну да Тогда, скорее всего Лебедка Не знаю, правильно ли я делаю То, что Зацепился За ту елку Она какая-то Тухленькая оказалась еще Все, выключен Давай-давай-давай-давай Совсем чуть-чуть Нужно было Чтобы выбраться Из вот этого плена Где-то В секунду Я держал лебедку После этого Выключил ее И машина пошла Уже своим ходом Глупый вышел На самом деле Я решил узнать Глубока ли Вот эта лужа Она оказалась Достаточно коварной Но если учесть, что Практически весь маршрут Мы проехали своим ходом И только под конец Совсем чуть-чуть Воспользовались лебедкой На машине с задним приводом Это очень круто Все, друзья Буду выгружаться Не забываю напоминать Если вам понравился Этот ролик Ставьте лайки Подписывайтесь обязательно Ну и увидимся В следующих рейсах Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok